Дорогие друзья, всем огромный привет! У нас в Беларуси есть неплохой бренд под названием Верали. Это марка комфортного белья. Я думаю, она известна по всей Беларуси и, наверное, за ее пределами. В коллекциях этого бренда можно встретить различные изделия из хлопка, такие как майки, топы. И вот в один из дней я зашла в фирменный магазин Верали. Очень понравилась хлопковая футболка без рукавов. Кроме того, на нее действовала скидка и была замечательная стоимость – около 22 белорусских рублей. К сожалению, в продаже оставался только 96 размер, и он был мне мал. Посмотрела на сайте магазина. Купить похожую футболку без рукавов можно в Минске. Что я ради футболки поеду в Минск? Дома в шкафу нашлась подходящая. Главное, что и горловина, и пройма была обработана роликом, а кокетки из кружева это вставить не так уж сложно. Сейчас главное подобрать в моих запасниках небольшой кусочек кружева с фистонами, чтобы было все как в оригинале. Прикинув, где должна проходить линия разреза на груди, от плечевого среза отмерила ровное расстояние. И сейчас вот по этой линии буду разрезать футболку, делать вырез как на оригинале. Чтобы ничего не перекосить, сложила футболку пополам, выровняла боковой шов. А теперь вот по этой линии добавлю припуск на шов, потому что будет обрабатываться на плоскошовке и разрежу. Вот таким образом у меня получилось намелко. Кстати, в районе проймы я подпорола рулик. Когда все сделаю, верну его на место. Разрезала. Припуск на шов заутюжу, чтобы когда буду отстраивать на плоскошовной машине, ничего не перекосить. Припуск где-то будет сантиметра два. Все-таки решила вот этот припуск на шов еще дополнительно приметать, чтобы потом сделать небольшую посадку утюгом. Ну, чтобы было все аккуратно. А вот по горловине и по линии проймы буду подпаривать рулик и убирать вот эту ненужную мне уже кокетку. Подпарала рулик горловины и рулик проймы. Удалила ненужную мне часть. Старалась пороть очень аккуратно, чтобы рулик не повредить. Рулик на горловине спинки и на задней части проймы рукавов я не отпаривала. Мне это совершенно не нужно. Они остались на месте. А сейчас вместо вот этой, так сказать, кокетки будем вставлять кружево. Лучшее, что у меня нашлось дома, это вот такой небольшой кусочек кружева. Конечно, он не такой красивый, как на оригинале, но главное здесь есть вот эти фистоны. И мои две небольшие кокетки, я думаю, сюда поместятся. Осталась немножко кропотливая работа. Но ничего, справимся. Соединила плечевые швы. А теперь края кружева буду запаковывать вот в этот рулик. Наметила серединку. Наметаю, приутюжу, а потом только пристрочу на машине. А вы уже увидите готовый результат. Эта майка лежала в шкафу. Я как-то про нее даже немножко призабыла. Но сейчас буду, наверное, носить с удовольствием. Тем более, очень понравилась эта футболка в магазине. Вот, дорогие друзья, что у меня получилось. По-моему, похоже на оригинал. И майка досталась из шкафа, не будет там пылиться. И получилась та майка, которая мне очень понравилась в магазине. Не хочет вероли шить больших размеров. Будем сами шить. Дорогие мои зрители, те, кто смотрит меня постоянно, вы знаете, что я купила мешок с ветошью в магазине Мегахенд. Стоил он 10 рублей. Из этого мешка мы доставали какие-то вещи, очень похожие на тряпки. Что-то переделала и вам показывала. Вы мне писали комментарии, что-то советовали. Огромное вам спасибо. Итак, не буду затягивать. Вот эти спортивные мужские брюки сразу решили, что они только на выброс. Но потом все-таки подумали, может дадим им второй шанс. Распорола центральный шов на передней половинке брюк. А теперь нужно думать, как замаскировать вот эту потертость практически дырку. Решила рассмотреть эти брюки. Может быть, найдется какая-то деталь. Вот, например, как этот нижний гульфик, чтобы при помощи его что-то попытаться сделать. Но он был коротким. Мне бы его не хватало. Решила дома поискать какой-нибудь похожий трикотаж по цвету. Лучше бы я его не находила. Вот этот кусочек ткани. Вырежу деталь, решила неподолевой. Срежу полностью бракованную часть и сделаю такую вставку и отстрочу гульфик. Это просто то, что я сделала, было ужасно. Как бы по цвету не сильно оно кричало, но отличалось немножко. Но думала, может быть, будет не так и плохо. Один из первоначальных вариантов у меня был вот такой. Нижний гульфик, который я спорола, решила просто настрочить наверх и отстрочить. Но почему-то потом решила, что будет очень грубо. Хотя в последующем я практически вернулась к этой же мысли и переделала именно так. Первоначальная моя работа заключалась в том, что я срезала вот этот потертый участок до конца вдоль линии центрального шва. Оставила небольшой кусочек. Думала, не буду распаривать линии притачивания пояса к брюкам. Но потом все-таки мне пришлось это сделать. Первоначально, когда я пришила вот эту часть, мне показалось как-то не очень. Думаю, может, отстрочу и будет вполне себе еще ничего. То, что я сделала, это было ужасно. Готовая работа напоминала мне мужские кальсоны. И я решила, или я их выброшу, или буду что-то делать заново. Снова все отпорола. Итак, дорогие мои, выпорола все это уродство, все это мое художество и отпорола пояс от брюк. Отрезала небольшой кусочек ткани из кармана. Мне нужна ткань такого же цвета, чтобы исправить свое художество. Потом небольшим кусочком похожего трикотажа пришила вот на эту вырезанную часть, поправила карман, сделала его, ну, по крайней мере, таким, как он был раньше. В общем, как я собирала вот эту переднюю часть, не буду вам показывать. Показываю готовую работу. Не факт, что она получилась намного лучше той, но, на мой взгляд, по крайней мере, не так похожа на кальсоны. Собирала эту часть из нескольких видов ткани. Верхнюю часть сделала из трикотажа рябана. И вот кусочек треугольный тоже. Здесь вот на месте стачивания пришила эмблемку. Эмблемку спорола с пояса. Ну, и в конце вот здесь на шаговом шве маленькие кусочки. Ну, так получилось. Да, девочки, бывают. И вот такие неудачные у меня работы. Ну, что есть, то вам показала. Вот так моя работа выглядит с изнанки. Посмотрите, какое огромное количество самых маленьких кусочков. Ну, на этот раз у меня вот так получилось. Естественно, в этих спортивных брюках никто ни на какое мировое соревнование, и даже городское не поедет и не пойдет. А ремонтировать машину или работать где-то на стройке вполне себе еще. И завершить свои эти поделки, не совсем удачные. Хочу футболка из мешка, детская футболка, стопроцентный хлопок. Снизу небольшой вырванный участок. Футболка не очень длинная, поэтому срезать вот этот вырванный участок не совсем хороший вариант. Она будет очень короткая. Итак, постиранная футболка у меня на столе. Сейчас буду подбирать варианты, чтобы заштопать эту дырку. Сразу решила, что срежу вот эту мягкую ленту с названием бренда. В своей переделке буду использовать вот этот кусочек трикотажа. На одну из полосок, на черную, пристрочу сразу вот эту мягкую ленту. Итак, этот кусочек я подложила под дырку. Девочки, показываю вам уже готовую работу. Что показывать одно и то же по сто раз. Вот, как всегда, этот кусочек по контуру обстрочила, настрочила дополнительно линии. Между ними немножко разрезала. И вот, что у меня получилось. Дорогие мои зрительницы, многие мне пишите, что вещи не стоят даже одной копейки. Их даже противно в руки взять. А если бы я вам не сказала, что это из мешка, что это просто вещи, которые дома лежали, было бы менее противно. Впрочем, я не приглашаю смотреть тех, кому неинтересно и противно. А все, кто с удовольствием смотрит мои переделки, благодарю, что нашли время, посмотрели это мое видео. Надеюсь, вы не будете столь строги за мои кальсоны, которые у меня получились. Жду от вас комментарии. Желаю вам крепкого здоровья и увидимся снова. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok